Здравствуйте, друзья! Вы могли узнать это место по одному из наших обзоров, а именно обзор на парк Сырысу. Этот обзор выдался занимательным, советую вам его посмотреть. Сейчас на него выйдет подсказка, а также я оставлю на него ссылку в описании. В том обзоре мы говорили о том, что в какой-то из дней мы все-таки с вами поднимемся на гору Тунектепе. И этот день настал. Сюда мы сегодня прибыли, в этот хороший день. И сейчас мы пойдем купим билет и вместе с вами поднимемся на эту гору. Итак, сегодня у нас 22 декабря. На улице примерно плюс 17. В небе светит солнце, небо само по себе ясное. Итак, встретимся на горе. Итак, вот мы и выгрузились уже в саму кабинку этого фуникулера. Стоимость на каждого человека от 7 до 16 лет составит 15 лир. Это на сегодняшний день 100 рублей, а от 16 и выше это уже стоимость составит 30 турецких лир или же 200 рублей. Что касается работы самого фуникулера, так он работает ежедневно, кроме понедельника с 10 до 5. Это мы увидели на вывеске, которая там светилась. Она светилась на русском, так что нам даже не пришлось переводить. Но, как показывает практика, фуникулер может быть закрыт по другим причинам, связанным, видимо, с метеоусловиями. Если говорить коротко об этом фуникулере, то это канатная дорога на гору Тунектепе, открывшаяся в 2017 году в западной части Анталии. Высота горы Тунектепе составляет 618 метров над уровнем моря. Там находятся несколько отличных смотровых площадок. Кабинки современные, с широкими стеклами, так что открывается из них, как вы можете видеть, очень хороший обзор. Всего их 36 штук, каждая вмещает до 8 человек. Подъем по канатной дороге занимает всего 10 минут, в течение которых можно любоваться панорамным видом на Анталию, побережье и горы с высоты птичьего полета. Протяженность маршрута канатной дороги 1706 метров. Стоит отметить, что при подъеме на канатную дорогу может заложить уши прямо как будто ты летишь в самолете. Видимо из-за перепада высоты и давления начинает немного закладывать уши, но со временем это все легко проходит. Как оказалось, подъем не совсем для слабонервных, так как приближаясь к опорной вышке, начинает немного потряхивать саму кабинку. Хоть ничего страшного не происходит, но это может на некоторых людей наводить некий ужас. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...